Мойки воздуха Владелец сети магазинов климатической техники Данил Мельниченко поделится советами по выбору лучшего девайса. Техноблогер Павел Трухачев объяснит, как правильно ухаживать за устройствами и что произойдет, если этого не делать. Инженер климатических систем Евгений Горя проверит мойки воздуха в деле и определит самый эффективный прибор. А врач-пульмонолог Иван Тарасенко расскажет, чем может быть опасно неправильное использование гаджета. Всем привет! Давайте разбираться, насколько необходима мойка воздуха. Поддержание оптимального уровня влажности увеличивает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям, помогает избежать сухости кожи, а также сохранить дорогую деревянную мебель и музыкальные инструменты. В отличие от ультразвуковых облажнителей воздуха, в них можно заливать обычную водопроводную воду и не переживать за образование белого налета по помещению. Также нужно учитывать, что прибор должен работать постоянно, чтобы поддерживать оптимальное соотношение влажности. Если же прибор включить на час-на два, то это будет недостаточно. Это очень полезная вещь в обиходе, в быту, однако при неправильном использовании мы можем получить очень неприятные эффекты. Я имею в виду различные заболевания. Сегодня мы разберемся, на что смотреть перед покупкой на примере этих четырех моделей. Первая мойка воздуха «Вента» стоит 24 тысячи рублей. Чуть дороже прибор торговой марки «Фунаи» — 25 тысяч рублей. Цена девайса от компании «Мидеи» — 36 тысяч. И самая дорогая модель «Штадлер Форм». Купить такую можно за 77 тысяч рублей. Из каких основных элементов состоит мойка воздуха и как она работает? В каждом увлажняющем приборе находится вентилятор, с помощью которого происходит засасывание воздуха внутрь. Далее он попадает на увлажняющий элемент, соответственно, увлажняется и выходит в помещение. На что обращается внимание при выборе устройства? В первую очередь нужно подобрать устройство по площади помещения, потому что в среднем идет минимальная модель, которая вырабатывает 200 мл в час жидкости, а максимально 500-600 мл в час. Это как раз-таки показатели выхода влажного воздуха. То есть, получается, сколько прибор будет вырабатывать в час жидкости. Чем больше помещения, разумеется, тем больше должна быть производительности. Поскольку мы хотим купить прибор один раз и навсегда, то по-хорошему смотреть, какой увлажняющий элемент находится внутри. Сейчас есть два. Это либо губка, либо диски. Диски, они совсем вечные. Но у губки выше содержание влаги на 1 квадратный сантиметр. Поэтому потенциал по увлажнению с ним можно ожидать больше. Если вы хотите сэкономить, скачивайте приложение Москвы24. Там собраны скидки на разные товары и услуги. Давайте рассмотрим те устройства, которые сейчас перед вами. У меня фирма Штадлерформ, модель Роберт. Внутри прибора располагается вентилятор, который распространяет влажный воздух. Он располагается сбоку, так же, где и сам выдув. И так же внизу, где идет распределение жидкости, находится колесо. За счет этого мелкодисперсная жидкость поднимается и распространяется за счет встроенного вентилятора. У меня Мидея GS800, состоит она из нескольких элементов. Первое, там есть губка, есть насос, который подает воду на эту губку и вентилятор, который это все дело обдувает. Но главное, когда вы это все дело купите, понимать, что водичку нужно заливать ближе к центру, а не по периметру, откуда выходит воздух. И центр сделан очень удобно. То есть даже если вы будете выливать максимально небрежно, разбрызгиваться ничего не будет. У меня фональ модель Тори. Также состоит из вентилятора, насоса, губки. Конструкция монолитная, что позволяет его переносить спокойно, не боясь, что он разделится на две части или более. Воду также можно заливать сверху, не боясь повредить прибор. Это очень удобно. У меня в руках модель Вента. Очень простая. Состоит из вентилятора, бака для воды и барабана. Для того, чтобы налить воду, нужно снять крышку, налить воду и, собственно, обратно закрыть крышку. Достаточно простая, лаконичная конструкция с простым дизайном. Долговечная и вряд ли сломается. Проведем небольшой эксперимент и проверим выдув каждого устройства. Для этого поставим перед девайсами флажки и посмотрим, как на них повлияют воздушные потоки. Начнем с мойки от Stadler Form. Выдув интенсивный, выдув боковой. Преимущество имеет выдув вверх. Боковой у него немного меньше получается производительность по увлажнению. И бывает при определенном положении устройства иногда доставляет дискомфорт людям, попадая в струи влажного, холодного воздуха на ноги, например. Длина воздушного потока, который получился измерить, составила более полутора метров. Это очень хороший показатель. Это показывает, что на максимальной скорости прибор обладает достаточным воздухообменом. Давай проведем эксперимент со следующим девайсом Вента. Как мы видим, флажок практически не отклоняется, даже прислонив вплотную к устройству. Поток воздуха очень слабый. Недостаток ли это? Если нужно быстро поднять необходимый уровень влажности в большом помещении, да, это будет недостаток. Но если помещение маленькое, там 15, 10, 17 квадратных метров, его будет вполне достаточно. Слабый воздушный поток не будет доставлять дискомфорта, не будет колыхать шторы. А что скажешь про прибор FUNAI? Выдув воздуха у данного прибора идет вертикально вверх. Выдув очень интенсивный. Я уже рукоподнять не могу. А это означает, что при таком воздухообмене прибор может обслуживать большие помещения. Последний протестируем мойку бренда Мидея. Ой, а можно я тоже попробую? Сильвупле. Спасибо. Я хочу желтый флажок и красный. Давай посмотрим, насколько высоко поднимается воздушный поток. По-моему, мне не хватает роста. И мне тоже не хватает роста. Прибор очень мощный. Самый слабый выдув воздуха оказался у мойки Вента. Даже поднеся вплотную флаг к устройству, мы не увидели, чтобы он активно развивался. Лучше показал себя прибор бренда Штадлер Форм. Длина воздушного потока составила почти полтора метра. Самый мощный выдув оказался у гаджетов FUNAI и Мидея. Флаги оставались в движении даже на расстоянии примерно двух метров. Это говорит об эффективности устройства. Какие дополнительные функции есть у мойки воздуха и стоит ли за них переплачивать? На мой взгляд, одной из самых важных функций является наличие встроенного гигростата, который позволяет установить необходимый уровень влажности. И мойка будет работать до тех пор, пока она до этого уровня не догонит воздух. В теории бывают модели со встроенным ароматизатором или с ароматизатором, который выносной. Тем самым, когда вентилятор выдувает увлажненный воздух, происходит еще дополнительная ароматизация. Арома масла не всегда эффективна. Лучше, конечно, приобрести дополнительный прибор. Но в любом случае увлажненный воздух будет с небольшим каким-то акцентом, например, того же самого лимона. Для меня, как доктора-пульмонолога, одной из интересных функций является ионизация воздуха. И это может быть дополнительной полезной функцией как для органов дыхания, так и для организма в целом. Но в целом из других полезных опций – это количество скоростей вентилятора. Чем их больше, тем удобнее прибором управлять его шумовой нагрузкой. Также на рынке есть смарт-модели, которые можно подключить к системе «Умный дом» и управлять ими через приложение. В нем будет отображаться количество воды в баке, время работы, уровень влажности в помещении и другие показатели. А какие дополнительные функции есть у этих девайсов? У меня самый простой девайс. В данном приборе нет ни гигростата, ни серебряного стержня, ни Wi-Fi. Зато он надежный и долговечный. В моем приборе есть много штучек, много очень интересных фишек. Замечательный пульт управления, который мы никогда не потеряем. Гигростат с гигрометром, температуру показывает прибор. И также в нем есть ультрафиолетовая лампа, которая дезинфицирует воду, чтобы ничто в ней не зацвело. Что есть интересного в Мидее? У нее есть датчик света, то есть когда вы задернете шторки, либо дома станет темнее, то индикация погаснет и не будет вам мешать. А еще три скорости вентилятора, чтобы прибор работал не шумно. В моем приборе Stadler Form есть несколько режимов переключения мощности. Есть ночной режим, чтобы ночью данный прибор не мешал сну. Также здесь есть встроенный гигростат. Ну и плюс здесь есть отдельная капсула для ароматизации воздуха. Она при нажатии на кнопку выдвигается и можно залить уже маслом. Основная характеристика моек воздуха – это производительность. Чем больше воды устройство способно испарить, тем выше этот показатель. Проведем эксперимент. Зальем воду в каждую мойку и оставим работать на некоторое время. Потом снова проверим вес. Так узнаем производительность каждого устройства. Начнем с вента. Взвешиваем первую мойку вента с водой. Ее вес составляет ровно 4 килограмма. Какой изначальный вес у Мидея? Вес составляет 6 килограммов 400 граммов. По сравнению с вента весит он, конечно, гораздо больше. Но это, надеюсь, скажет цены производительности. Что скажешь про гаджет Фунаи? Его вес составил 7 килограммов 750 граммов. А что скажешь про следующее устройство? 9 килограммов 650 граммов. Данный прибор является самым тяжелым среди всех девайсов сегодняшних. Вес мойки воздуха Штадлерформ обусловлен ее габаритами и большой алюминиевой вставкой в центре прибора. Сколько влаги удастся испарить каждому девайсу, узнаем совсем скоро. А пока разберемся, чем мойка отличается от очистителя воздуха. И на что обращать внимание при выборе такого прибора. Мойка воздухотехнически является увлажнителем и никаких очищающих свойств она не несет. Очиститель воздуха это уже единица, у которой есть профессиональные фильтры для глубокой очистки воздуха. Расскажи, на что обращается внимание при выборе очистителя воздуха. Первое, с чего исходим, это воздухообмен. То есть смотрим, какая у нас площадь помещения и какой у прибора этот показатель. Соответственно, на 20 квадратов можно взять прибор производительностью 200-300 кубиков в час. Этого будет достаточно. Второй важный момент это фильтры, которые там стоят. Например, хепа, которая выполнена из нетканного синтетического материала. Она может удерживать мельчайшие частички. Может быть угольный фильтр, который прекрасно впитывает там запахи, летущие органические соединения. И, например, электростатический фильтр, который за счет работы силы кулона может вытягивать из воздуха мельчайшие соединения. Например, допустим, даже сажу и удерживать некоторые вирусы. Предлагаю во всем разобраться на следующих примерах. Первый девайс от компании Boneco стоит 37 тысяч рублей. Цена прибора от Mitsubishi 44 тысячи рублей. Немного дороже обошелся очиститель воздуха AirSeller 45 тысяч рублей. Давай начнем с устройства Boneco. У него производительность 300 кубов, подходит для помещений до 30 квадратов. Как видим сейчас, воздух он засасывает по темному контуру, он проходит через фильтрационную систему и выходит наружу. По сути, сейчас для прибора мы устроили стресс-тест, и в обычных условиях такого не будет. Если мы его просто поставим в квартиру, его будет хватать, будет достаточно хорошо, его ресурсов фильтров хватит примерно на год. Но если мы просто видим то, как он всасывает воздух, ну, в данный момент работая с дымом, то этого контура вроде как маловато. Давай рассмотрим следующий девайс AirSeller. У него уже 400 кубов в час, подходит для помещений до 40-50 квадратных метров. Как видим, сейчас дыма заходит очень много, но ввиду того, что у него площадь забора воздуха является стопроцентной, у него производительность и тишина работы ниже, чем у любого другого. Потому что чем больше площадь воздуха забора и чем больше площадь выхода, тем тише будет работать прибор. А это важно, ведь мы их используем как? Мы их включили, поставили и забыли, и он по-хорошему не должен привлекать к себе внимание. Давай перейдем к следующему устройству Митсубиши. Здесь производительность уже 500 кубов в час. То есть его можно поставить на площадь, например, в 50 или 60 квадратов. Среди всех, которые у нас есть, у него этот показатель самый большой. Но фильтрационная система у него отличается от других. Здесь видим, засасывает дым. Тоже достаточно много. Но та же ситуация, что и с Банекой. Будь у него больше площадь забора воздуха, было бы все намного интереснее. Выбирая очиститель воздуха, в первую очередь обращайте внимание на фильтры. Хепа подходит для тонкой фильтрации мелких частиц пыли, угольный для впитывания запахов, а электростатический для обеззараживания воздуха. Решите, в каком помещении будет стоять устройство. От этого будет зависеть производительность прибора. Максимальная от 500 кубов в час подойдет для больших помещений от 50 квадратных метров. Минимальная 200 для 20-метровых комнат. Какие недостатки есть у мойки воздуха? Во-первых, чтобы прибор нормально увлажнял, нужно его оставлять постоянно включенным. Но есть минусы, так как все-таки прибор работает, создает звук. И в ночной период времени это не совсем комфортно. Даже на ночном режиме, если сон нестабилен, то тогда можно услышать звуки работы прибора. Мойка воздуха – это не просто купил и поставил. За ней нужно постоянно ухаживать и взаимодействовать. Вы каждый день заливаете в нее воду, вы периодически выливаете из нее грязную воду. Если вы не будете этого делать, то некоторые узлы могут начать, так скажем, аккумулировать на себе то, что им не нужно на себе аккумулировать, и со временем выйти из строя. Если вы надолго уезжаете из квартиры, никогда не оставляйте воду в приборе, потому что вода начинает тухнуть, в нее попадают всякие микроорганизмы, они размножаются. В итоге это все может негативно сказаться на вашем же здоровье. И если вы по приезду включите прибор с затканной водой, все это пойдет в воздух. Конечно же, мы должны постоянно ухаживать за прибором. И если мы не ухаживаем за прибором, то все те бактерии, которые там скопились, бактерии, плесень и так далее, могут попадать в воздух. Мы это будем вдыхать. Это может провоцировать обострение хронических заболеваний, приводить к аллергическим заболеваниям, да и просто вызывать болезни органов дыхания. Вернемся в зону тестов. Напомню, мы решили проверить производительность моек воздуха. Для этого в каждое устройство залили воду и оставили работать на максимальной мощности. Проверим, сколько жидкости испарили девайсы. После эксперимента вес мойки воздуха Вента составил 3,8 кг, что составило производительность 150 мл. Данной производительности достаточно будет для комнат 15-20 квадратных метров. И особенность в том, что она подойдет для маленьких помещений. Какой вес у Мидея после эксперимента? После эксперимента вес составил ровно 6 кг. То есть за все время работы данная мойка испарила 400 г воды в час. Это очень хороший показатель. Это означает, что Мидея можно спокойно рассматривать для комнат площадью 35-40 и даже 50 квадратных метров. Что скажешь про гаджет Фунаи? Его вес составил 7 кг 400 г. То есть за час работы он испарил 350 г воды. Это тоже очень хороший показатель на уровне Мидея. По сравнению с Вента мы видим большую разницу. Это обусловлено тем, что здесь увлажняющий элемент является губка. У Венты диски. Как мы убедились, у губки производительность гораздо больше. А что скажешь про следующее устройство? После эксперимента мы провели контрольное взвешивание и весы показали 9 кг 400 г. Его производительность составила 250 г в час. По сравнению с Мидея и Фунаи показатель скромный. Но опять же, Мидея и Фунаи у нас идут с губкой, а Штадлер Форм и Вента с диском. У дисковых производительность немного ниже. Какие выводы можно сделать после эксперимента? По результатам экспериментов мы убедились, что приборы с губковым увлажняющим элементом, они более производительные. С дисками менее производительные. Но губка является расходным материалом, его придется иногда менять. Самую высокую производительность показала мойка воздуха Мидея. За час она испарила 400 мл воды. Чуть ниже результат у прибора Фунаи – 350. На третьем месте устройство от Штадлер Форм. Показатель – 250 мл. И самый слабый результат у Венты – 150 мл в час. Каким должен быть уход за мойкой? Все элементы, которые взаимодействуют с водой, так или иначе потребуют ухода. Соответственно, это наш увлажняющий элемент. Это поддон, и можно еще сюда отнести лопасти вентилятора, потому что они обдувают, на них скапливается достаточно много пыли. Соответственно, не забываем про них. Самый лучший уход – это просто системно сливать из нее всю грязь, и тогда капитально чистить ее не придется практически никогда. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно регулярно менять воду, потому что вода может застаиваться. В этой воде могут образовываться бактерии, которые потом будут попадать в воздух и уже в наши дыхательные пути, и, собственно, вызывать различные заболевания. Также стоит обратить внимание на покупку прибора со встроенным серебряным стержнем. Либо просто приобрести отдельно серебряный стержень, или же просто приобретать дополнительно ионизированную воду, чтобы как раз-таки была сама очистка. И вредные микроорганизмы в воде не собирались. Для очистки увлажняющих элементов, будь то диски, будь то губки, необходимо использовать брендовую химию. Но, когда ее нет, не расстраивайтесь, подойдет и раствор лимонной кислоты в теплой воде. Проведем еще один эксперимент. Включим все устройства на максимум и замерим уровень шума, который они создают. Этот показатель в среднем варьируется от 30 до 60 дБ, в зависимости от производителя. Начнем со штадлерформ. У штадлерформ уровень шума получается 78,4 дБ. Для данного прибора уровень шума довольно-таки высок, но в данном приборе также предусматривается ночной режим, который работает намного тише. А какой уровень шума у девайса Медея? 59,2 дБ получается. Ну, в принципе, это довольно-таки хороший результат по сравнению с предыдущей моделью. Уровень шума на максимальной мощности, при том условии, есть даже в данной модели ночной режим. Давай проведем эксперимент с девайсом Вента. Ну, здесь получается на самой максимальной мощности 62 дБ. В принципе, ну, для данного прибора это довольно-таки хорошие показатели, потому что, если сравнить штадлерформ и Вента, то здесь как раз-таки идет разбрызгиватель с помощью колеса. То есть там колесо создает дополнительный уровень шума. Также, если рассматривать, данный прибор имеет два режима. Первый режим, разумеется, будет тише. А какая громкость у девайса Фунай? Уровень шума получается 53,1 дБ. В принципе, это самый тихий прибор, который у нас были на испытаниях, при том условии, что есть ночной режим. По сравнению, например, со штадлерформ и Вентой, у данного прибора будет ниже уровень шума за счет того, что корпус идет изолированный, и выдув воздуха происходит сверху. Громче всех работает мойка воздуха штадлерформ. Максимальный уровень шума 78 дБ. У прибора Вента значение ниже – 62 дБ. Прибор бренда Медея имеет показатель 59 дБ. И самым тихим оказался девайс от Фунай. Максимальный уровень шума – 53 дБ. Подведем итог. Вот что нужно учитывать при выборе мойки воздуха. Сердце девайса – это увлажняющий элемент. Он бывает двух видов – в виде дисков и губки. Последний имеет большую производительность, но ее нужно регулярно менять. Первый же вариант будет служить вечно, если за ним правильно ухаживать. Еще один момент – выдув воздуха. Он может быть верхний и боковой. Лучше выбирать верхний. Это поможет избежать лишних сквозняков. На что еще обратить внимание? Исходим из производительности. Для помещения до 20 квадратов берем что-нибудь в разрезе 400-500 граммов в час. А если это у нас уже 35-40 квадратов, то по-хорошему вдвое больше. Обратите внимание на объем бака. Маленькие – до 3 литров. Их придется очень часто заливать. Средние – до 5 литров. Большие – от 6 и больше. При покупке прибора стоит учитывать тот нюанс, что он будет работать постоянно. И, следовательно, должен быть оптимальный уровень шума. Лучше выбирать прибор, оснащенный гигрометром. Он фиксирует уровень влажности и автоматически отключается, если влажность превышает норму. Сегодня мы узнали много нового о том, как выбрать качественную мойку воздуха. Это было шоу «Время новых» и до встречи. Но всё равно ничего не видит. Изберите.